Дай почитать. Это самый незабываемый образ сыщика Шерлока Холмса, утверждавшего «У меня есть наклонности к наблюдению». Не забываем, что как бы нам не хотелось, а Шерлок Холмс – вымышленный персонаж, и все, что у него есть, все его методы расследования, талант диагноста – все это сэр Артур Конан-Дойл. Журналистка, автор трех книг, бакалавр и магист лингвистики Маргалит Фокс проводит собственное расследование в новой книге «Канан-Дойл. На стороне защиты. Подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе-детектива». Маргалит Фокс интересует не только жуткое убийство и несправедливое наказание, но прежде всего потрясающее своей глубиной, многогранностью, высшей доблестью и замечательными человеческими качествами фигуры писателя, врача и мировой знаменитости сэра Артура Конан-Дойла. Она подробно рассказывает о его биографии, становлении как писателя, как личности и пристально рассматривает дело Оскара Слейтера, ошибочно обвиненного в убийстве состоятельной дамы. Убийство произошло в Глазго в предрождественские дни 1908 года. Сторонники Слейтера, в том числе и Конан-Дойл, отмечали халатность суда и стороны обвинения, подтасовку свидетельских показаний, подстрекательство к лжесвидетельству. Конан-Дойл объявил происходящее постыдной фальсификацией, где в равной мере сошлись глупость и лживость. Слейтера приговорили к смерти, но за 48 часов до казни ее заменили пожизненным лишением свободы. Следующие 18,5 лет Слейтер провел в самой суровой тюрьме Великобритании, вырубая из породы огромные глыбы гранита. Ему удалось чудом передать с освобожденным заключенным крохотную записку. Тот спрятал ее под зубным протезом к Конан-Дойлу, и Конан-Дойл начал свое расследование. Долгой и утомительной была борьба за истину. Сэр Артур закончил победой свою прощальную битву за несколько месяцев до собственной кончины. «У меня было много приключений. Теперь меня ждет последняя и самая главная из них». Он не хотел умирать в постели, и родные помогли сесть ему в кресло. Там он и умер той же ночью в возрасте 71 года от сердечного приступа. На могиле по просьбе сэра Артура Конан-Дойла высечены слова. Это рыцарский девиз. «Верен как сталь, прям как клинок». Таким он и был, большой писатель и большой человек, сэр Артур Конан-Дойл, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!